Девушки отдыхают Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наша сегодняшняя гостья Жуганова Лидия Васильевна, инженер, начальник смены телевидения с 1960 по 1999 год, почетный радист СССР. Лидия Васильевна, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Пожалуйста! Лидия Васильевна, из вашей биографии мы знаем, что первое знакомство с телевидением у вас произошло во время учебы в Свердловском политехническом институте. Там вы бывали в Свердловском телецентре и уже знали наглядно, как это выглядит. И после учебы вы работали в Абаканском радиоузле, и тогда же вам поступило предложение прийти на телевидение. Расскажите, как это было? Ну, я же приехала сюда по распределению. Было распределение в управлении связи. Вот, тогда телевидения еще, телецентра не было. И мы с подругой, с девушкой еще с одной, на радиоузле работали какое-то время. А потом вот был Саяпин такой, начальник управления связи, очень продвинутый такой человек. И он вот, с Томском они договорились о любительском телецентре, чтобы сюда поставили. Ведь это на самом деле уникально, ведь вы были действительно свидетелем зарождения, появления телевидения у нас в республике. Да, да. Какие были эмоции? Вам было интересно, страшно, когда вот вы узнали, что вы будете к этому причастны? Страшно не было. Было, ну, хотелось работать именно, вот хотелось что-то новое, вот. Ну, необычного еще, такого же не было. Тем более, я окончала отделение такое, там как раз было телевидение. Только было два института в Свердловске и в Ленинграде, в Петербурге. Готовили специалистов для телевидения. Поэтому не случайно, как бы, выбор Павловаск. Ну, и вот Саяпин этот предложил перейти сюда работать. Ну, там уже был такой небольшой коллектив. Скажите, вот то телевидение, оно вообще было каким-то удивительным. Оно настолько далеко от того, что мы видим сегодня. И вы можете рассказать, каким оно было? Ну, вы представляете, вот что значит любительское телевидение? Это ламповое телевидение, все громоздкие такие стеллажи, камеры тоже. Ну, как вот такое, даже не могу сказать. Очень такое, ну, тяжело было работать. С другой стороны, очень это... Наверное, целыми днями пропадали на работе. Мы вообще все неженатые были, молодые. Мы с утра до вечера, никакого рабочего дня у нас не было. Осваивали, работали. В общем, интересно было. Скажите, а сколько лет вот ушло на то, чтобы телевидение стало доступным для телезрителей, когда вот уже в прямом эфире стали выходить спектакли, концерты? Ну, вот, наверное, в 61-м, в 62-м где-то году уже начали. Учили же как? Мы сначала, вот, как я технический работник, приходилось работать из-за оператора, из-за режиссера, из-за звукорежиссера. Потом, когда набирали людей, это... Ну, вместе мы их учили, они что-то свое вносили. В общем, обучение такое было, как говорится. Техника, наверное, была на грани фантастики, да? Ну, техника, ну, любительская, что вы хотите. Частенько подводила? Подводила частенько, причем, тем более, все вживую уже шло. По 3-4 часа мы работали вживую. То есть региональные прямые эфиры, многочасовые это. Потом свет для тех камер, там иконоскопы были, такие трубки электронного чего. Нужен был определенный спектр света. Очень большие светильники, мощные такие. Было очень жарко в студии вообще. А не 15, а не 20 минут. Вот спектакль идет 3-4 часа, вы представляете? Наверное, и техника не выдерживала, и люди. Да, и техника не выдерживала, и люди. А когда вот совсем не в Моготу, как выходили из ситуации? Делали перерывы, не знаю, паузы? Да перерывов как-то, ну, не знаю, мусантрак делали. Мусантрак делали, там что-то, какую-то камеру заменить. На одной, бывало, вообще работали. В общем, по-всякому. Я говорю, у нас выступали, вот я уже сейчас не помню, выступал. И, в общем, подъемник на камере, вот камера вверх-вниз поднимается, не опускался. Я спустилась в студию, а там контакты, вот это все внизу было, на колени вот так вот это. А это же прямой эфир все. И выступающий перестал говорить, смотрит. Отвлекли его, да? Вот такие курьезные моменты. Скажите, а вот сложности с технической стороны, да, понятно, такой постоянный адреналин. Адреналин, адреналин. Да, наверняка как-то коллектив, наверное, придавал сплоченности. Вы, наверное, как одна семья были. Как одна семья. Мы вообще не делились ни на творческие, ни на этих друг другу. Вот помогали, буквально вот все жили. В бой, делали одно дело. Все, все, в одно дело делали. Лидия Васильевна, мы знаем, что у истоков рождения, сознания телевидения у нас в республике были не только вы, но и ваш супруг. Правильно? Нет, даже на несколько месяцев. Олег Егорович Жуганов. Он с армии пришел, и вот это... Вот скажите, вот известный такой факт, что когда супруги работают в одной профессии, и тем более на одном предприятии, ну, это очень сложно. Как вам удавалось работать вместе? Понимаете, как сказать... Ну, я не знаю, у нас не было такого, что... Может быть, в разные смены ходили? Он вообще... Я-то работала по сменам, а он вне смены работал всегда. Ну, не знаю, никогда не было никаких этих самых... Не поблажек, ничего, все вместе. Дома никогда не разговаривали о работе, чтобы... Закрытая тема была. Закрытая тема, потому что иначе это... Приняешься. Ссорились. Ну, наверное, это и секрет есть того, как вместе работать, заниматься одним делом. Потому что у меня свои претензии, а он по-своему. И вот как-то дома мы не обсуждали никакого. У вас все равно такая уникальная семья, да, семья технарей. Скажите, а вот в то время друзья, знакомые, родственники, когда знали, что вы причастны вот к этому чуду телевидения, что они говорили, как они вас воспринимали? Не просились на экскурсию прийти на работу? Да, много экскурсий было. Ну, я что хочу сказать, что вообще в городе, ну, телецентр, работники телевидения пользовались определенным, как говорится, уважением, какой-то льготой. Нам даже давали бесплатные билеты. Вот мы же на Аскизской первое время работали. Возили нас бесплатно на городских автобусах. Возили, понимали, что делаете? Да, потом вечером иногда до 11 работали, присылали автобус вообще. Ну, везде, вот куда они, как-то люди относились с уважением. Потому что все это необычно было, понимаете? Вот, может, не столько оно, ну, как сказать, ну, необычно, вот новое. Поэтому как-то воспринималось все по-другому. Это практически как полет в космос. Ну, наверное, так. Ощущение было такое, что причастны к человеку? Ну, причастны, конечно, вот... Хотя, наверное, заработай, задумай. Понимаете, сейчас как-то меньше. Тогда же у нас центрального телевидения не было, только местное телевидение. Приезжали актеры. Вот, например, приезжал Кобзон к нам. Вот еще молодой, совсем Кобзон. Ну, вы понимаете, вот какое чувствуешь как-то... Ну, не знаю, сопричастность, что ли, к этому, ко всему. У нас был звукорежиссер, работал Анин Владимир. Так, без образования, вообще любитель абсолютно. Но уникальный звукорежиссер был. Вот даже этот Кобзон поднялся к нам и так выдал. Живьем, да, что там... Вообще ни микрофонов толковых не было, ничего. Вот, качество хорошее, запомнил прямо это самое. Поблагодарил. Поблагодарил, ага, прямо. Видея Васильевна, давайте вспомним тот момент, период счастливого, радостного события, когда из маленькой студии на Аскизской вы переехали в большой павильон, да, в котором мы сейчас с вами находимся. Вот эта разница колоссальная и в объеме, наверняка, и в технике, как вы ее воспринимали? Это был праздник? Это не то, что праздник был, а вообще казалось, что не может такого быть. Во-первых, оборудование, оно хоть и черно-белое, но, во всяком случае, нового поколения было. Вообще оказалось, и студия такая здоровая, и аппаратная сама. Хотя у нас в аппаратной и жарко было, окно там большое было. Но все равно, как, две, разница была огромная. Ну и наверняка... И камеры, и другие, все. Ну, легче было уже тогда, легче. Надежность была больше. Вот на ваших глазах менялась техника, да, вот технологический прогресс. Три техники. Как вы успевали? Три поколения. Ну, я в Москву два раза ездила, училась, это самое. Ну, как... Ну, и наверняка, когда чутье, оно само подсказывает. Да, да, да. Особенно, когда на цветное переходили, это само. Большая радость. Стажировалась в Москве, да. Замечательно. Вот скажите, ну и понятно, с новой студией наверняка вот прям полет души захотелось творить. Еще больше. И картинка совсем другая была. И само качество, понимаете. У нас же там вот на старой студии спецэффектов не было. Мы только микширование могли, что-то вот там, картинки. А тут спецэффекты появились. Это же совсем другое дело. Знающие люди понимают. Ну... Я киномехаником работал сначала, а потом вот пошел в студию. Каратер был. Ну, он, как вам сказал, вот хоть человек образования специального нет, но творческая натура, вот понимаете. Вот кадр умел брать, вот из ничего мог сделать как-то картинку. Ну, вообще я с ним сколько проработала, душа в душу мы работали. Друг друга всегда. Это были экстренные ситуации, да, где выручал. Обязательно. Бывало, что и камера там барахлит, или что-то как-то мы вместе, все взаимовыручка. Он всегда никогда не подводил, не гнушался никакой работы. Где-то свет подправил, где-то чего-то вот там не идет. Всегда на выручку приходил. Ну, жалко, жалко. Жалко, что уходят такие люди, мэтры. Мы знаем, что ему неоднократно поступало предложение стать выездным оператором, и тем не менее он оставался в студии. Вот на ваш взгляд, что могло привлекать в павильоне? Ой, даже я не знаю, ну, наверное, само вот, сам процесс в павильоне другой. Я даже, ну, не знаю, ну, мне кажется, совсем другая обстановка вот все это. А прямой эфир, ведь это же тоже определенный драйв такой, адреналин и понимание. Ну, всегда на самые сложные передачи там какие, всегда его ставили как ведущим оператором. Мы знаем, что Александр Дмитриевич воспитал сына, достойный себе смены. Он здесь работал, живой. Юрий Александрович Еремин, да, замечательный оператор. Тоже огромный ему привет. Еще один ваш коллега, о котором вы очень тепло вспоминаете, Петр Сиднев, кинооператор. Расскажите, как вам вместе работалось? Ой, уникальный вообще человек. Он в Новосибирск потом уехал. Ну, я не знаю, сколько у меня вот фотографий есть, какой видеоматериал, все он снимал в основном. Ну, это самое. Вот что Еремин, что он, вот чутье такое, вы знаете, вот прямо из ничего вот мог это, картинку сделать. И подход такой был к человеку, никогда не грубил, никогда не, это самое. Хотя говорят, творческие личности, сложно. Нет, никогда не бежал. Легко было с ним работать. Я хоть сильно в связке-то так вот конкретно, близко не работала, но пленка же вся через нас шла тогда, все это самое. Всегда приходил, спрашивал, советовался, как, чего, вместе, в общем, тоже, это помогали друг другу. Ну, отличный, прямо отличный товарищ. Дальнейшую судьбу знаете? Он в Новосибирске? Ну, в Новосибирске, наверное, на киностудии там работал. У нас еще был Гриша Грачев, тот на Мосфирме сейчас работает. Он киномехаником был у нас. Вообще школа уникальная, да, здесь? Кинооператоров, ага. Судя по тому, какие кадры по всей стране именно вышли с Абаканского телецентра. Лидия Васильевна, сегодня, оглядываясь назад, можно задать вам такой вопрос. Вот, что для вас телевидение? Ну, я уже как-то говорила сколько раз, как первая любовь для меня телевидения. Вот такое впечатление. На всю жизнь? На всю жизнь, ага, вот как-то это самое. Я всегда с удовольствием шла на работу. Были всякие, как говорится, ситуации. И по работе было тоже неприятности там. Но я всегда как-то вот, не знаю, для меня телевидение было вот все. И одна запись трудовой книжки. И одна запись. Это такая редкость, недовольство. Лидия Васильевна, у нас для вас есть сюрприз. Мы нашли видеозапись в нашем архиве. Ровно 25 лет назад вы отвечали на этот же вопрос. Давайте посмотрим. Ну, для меня телевидение, это, в общем-то, вся моя жизнь. И первая любовь, как говорится. Я даже себя не представляю на другой работе, кроме этой. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, это высокие, нужны высокие технические знания. Потом большая работа с людьми. Интересно вот так на себя посмотреть. 25-летней давности. Помните то время? Помню, помню, чего же я не помню. Помню все. Лидия Васильевна, спасибо за то, что поделились с нами своими воспоминаниями. Вам, конечно же, здоровья, удачи. Еще раз приходите к нам в гости. Всегда рады. Ну, вам спасибо, что позвали, что не забываете. Сегодня с Лидией Васильевной Жугановой мы вспомнили годы технического рождения телевидения, творческого роста и общения. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова